Вам надо понимать, что Россия сейчас переживает не самую приятную процедуру становления собственного автопрома. Естественно, процедура это чем неприятная? Ну, нас огородили от хороших иномарок, дешевых хороших иномарок. Но тем не менее, 60 марок и моделей автомобилей, которые производятся на нашей территории, это в принципе уже достойно. И естественно, чтобы поднять производство, полный его цикл, необходимо делать не только машины путем отверточной сборки, но и двигатели, и жестянку, и все остальное. Все это мы научимся делать. Но для того, чтобы получился грамотный цикл обращения деньги, автомобиль в удовольствие, ну и соответственно доходы и налоги, и все остальное, необходимо, чтобы эти машины менялись достаточно часто. Поэтому, извините, будем ездить на малолитражках. Малолитражки это, с одной стороны, да, способ сэкономить деньги, но с другой стороны, это великолепный способ еще и именно стимулировать российскую экономику. Согласитесь, малолитражка не проедет те 500 тысяч километров, которые проедет Mercedes 6-литровый, тот же Ford Taurus 3,6. Не проедет, сломается. Ну и хорошо. Кроме всего прочего, кто-то может еще и попробовать сэкономить на малолитражках. Следующим образом. Просто не меняя вовремя масла. Ну, что действительно, масло хорошее залили и катаетесь. Но вот тут самое интересное. Экономика будет такой, немножко эфемерной, потому что капремонт двигателя, это немножко других денег стоит. Хотя, честно говоря, разница, поменять двигатель на Mitsubishi Lancer или на ВАЗ-2101, вопросов нет. Меняется все и ремонтируется все. Вот только запчасти, сколько вы будете ждать. Поэтому экономить я вам не рекомендую. Самое забавное, что сама процедура замены масла в шелл-центре в редких случаях оподится дороже 2000 рублей. И это включая работу и фильтры. Эксплуатируя автомобиль в городском цикле, надо учитывать, что реальный пробег автомобиля можно смело умножать на полтора-два. Кроме того, в межсезонье или летом можно свободно передвигаться и на дешевые минералки. И это в два раза дешевле синтетики. И на минералки ездят и Китай, и Индия, и Япония, и Америка. Но обратите внимание, машина стоимостью в 5 процедур замены масла приезжает сюда. И походу, хозяин с местом замены масла определился. И не пожалел. Не жалко лить шелл в машину 1982 года? Нет, не жалко лить. Во-первых, если плохое масло зальешь, оно не заведется. И приходится лить шелл. Я так понимаю, заводился в любой мороз? Ну да, не важно, 36, 40 и так далее. Боже мой, я хочу уже копейку вернуть свою. Без проблем. Главное, чтобы аккумулятор нормальный. Если масло хорошее, как шелл, то заводится. Без проблем. А по деньгам-то сильно бьет, нет? Да нет, ну там 1200-1300 рублей раз в 3 месяца поменять масло несложно. Ну, в принципе, 8-10 тысяч прокатал, поменял. И все нормально. Двигатель чистый, заводится без проблем. То есть иномарка типа Fiat 124, она до сих пор рулит? Она до сих пор ездит. Три года уже на ней. Все поменять никак не могу. И желания, наверное, нет? Нет, желание есть, конечно. Она сыпется. Ну, масло хорошее нужно. Какое масло зальешь, так и будет ездить. То есть три года на шеле без проблем? Да, без проблем. Ну, и просто знакомые посоветовали, когда приобрел машину. То есть так же ездили на шеле, решил попробовать. Начал с минералки, перешел на полусинтетику. И до сих пор не жалуюсь. А машинка говорит ням-ням. Машинка, да. И масло не ест, и отлично, и двигатель чистый. Вот вам двигатель, работающий на шеле три года. Подтеков масла и паров нигде не видно. Кстати, на хороших маслах двигатель малолитражек без капремонта и потери мощности ходит по 200 и по 300 тысяч километров. В очередной раз, скажем, не существует идеального масла. Любое, пусть даже самое крутое, рано или поздно превратится в мазут. А мазут не продавишь маслонасосом.